Спасибо большое, что все сегодня вы к нам пришли. У нас необычное мероприятие, пресс-конференция, мы не так часто их проводим. При моем руководстве ни разу не приводили, и мы очень надеемся сделать это доброй, хорошей традицией и перед каждым нашим новым представлением проводить подобные теплые, хорошие, добрые встречи. Тем более мне приятно вас приветствовать сегодня, потому что программа, которую я хочу вам представить, она уникальна. Она была создана только в том году, то есть ей нет еще и года, в цирке на Фонтанке в Ченезеле, в честь 145-летия этого цирка. И я считаю, что Ярославля является большой удачей, то, что теперь эта программа приехала к нам. И я рад приветствовать сегодня руководителей некоторых номеров этой программы, с которыми у вас будет возможность поговорить, а позднее у вас будет возможность поприсутствовать на генеральном прогоне этой программы. Также для меня очень приятно, и я искренне рад тому, что цирк становится местом инклюзивным, есть такое слово, современным инклюзивным. И в подтверждение этого у нас есть теперь оборудование для циклокомментирования, 30 комплексов, и теперь дети, которые с ограниченной возможностью зрения, смогут присутствовать на наших представлениях. Более того, для представления вместе целая страна уже есть тиклокомментарий, что делает посещение этих детей цирка еще более доступным. И сегодня к нам приехала Светлана Тивицына, это руководитель организации «Мудрый пёс» из Москвы. Большое ей спасибо за это, и ее собаке Честеру повыдерил. А также рядом со мной сидит Осипов Александр Сергеевич, это руководитель Российского общества слепых в городе Ярославль. Областью даже, извиняюсь. Я хочу вам представить первого, это Сергей Шаркович. Всем здравствуйте. Да, это руководитель программы «Вместе целая страна». И я хочу предоставить ему слово, потому что считаю, что правильно, если он расскажет, когда слово программе. Программа, во-первых, как сказал Глеб Олегович, программа была создана на базе Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке, к 145-летию. Для этой программы главный режиссер нашей программы – это Виктория Коновалова, которая собирала по всей России, по всем программам номера, которые специально подходили, которые она считала нужными, красивыми, которые должны были подойти к ее программе. По всей России собирала номера. И приходилось так, что некоторые номера дорогу вызывали с Дальнего Востока, чтобы в Санкт-Петербург и их соединить. В нашей программе это сказка о Петрушке, которая ходит по всей России, вместе с целой страной собирает друзей, ищет свою возлюбленную Кулину и попадает в разные ситуации, в которых из них выходит. Так же в сказке есть и не только добрые персонажи, но и злые наши чародеи, которые мешают Петрушке объединить всю Россию. На этот спектакль, чем очень хорош, что для этого спектакля специально писались песни, музыки, и было ли в Катуре, но так выписали костюмы. Нужно сказать, что еще необычно тем, что Виктория Коновалова изначально это театральный режиссер. Поэтому здесь, когда вы сможете увидеть такую коллаборацию театра, цирка и балета. И вообще Виктория Коновалова – это ученица Романа Викфука. И у нее это не первый ее успешный проект, именно на площадке Сибири Хаклова. Каждый, я у нас собираюсь руководителя номеров, которые могут рассказать о своем номере, чем он уникален и как они вместе с Петрушкой побеждают зло и все такое в нашей стране. Давайте начнем. Здравствуйте, я тут Андрей Овенович. Работаем с братом Калерными в этой программе. Что я чувствую? Какого у нас боли есть? Боли, что ты скажешь? Ну да, вы сможете сами увидеть замечательные ревизы, лицея, когда мы смотрели, да? Потом у нас есть рисировщик, следующий, это Ренат Косей. Значит, я хотел сказать, я хотел шаман. Был шаман хороший, поэтому дети могут зайдься в первых рядах и колдовать не будут. Я работаю с медведями. Что еще? Все герои все-таки, это сказка. И конец счастливый. И у нас самая главная тема, которая проходит через так, ребят, что все будет хорошо. Нужно делать добрые дела, нужно хорошо относиться к окружающим, к животным, выполнять свои обязанности в жизни. И делать так, чтобы у вас был положительный стой. Чем нам нравится Ярославль? Ярославль, это относительно новый цирк. Цирка неизбежна, здание новое. Цирка и модно. Поэтому приглашаем вас к нам на спектакль. Между прочим, как я знаю, Ярославль, это вот дирк медведь. Правильно? Дирк, да. Так что будем встречаться в цирке. Тамерлан Музаров, дело в том, что когда была пандемия и цирки не работали, это было очень тяжелое время для всего разгруза цирка, потому что, несмотря на неработающие цирки, нужно было платить зарплату артистам и кормить животных. И так получилось, что Тамерлан, династийный артист, как раз это тяжелое время переживал в Ярославском цирке. Поэтому я думаю, для него этот город и наш цирк являются особенными. Ярославцев, ярославцев, ярославского зрителя. Мой аттракцион участвует в программе «Вместе целая страна». И мы наездники. И мы олицетворяем силу и мощь в этом спектакле русского народа. Наши богатыри. Да. Я думаю, ярославскому зрителю это очень понравится. Это огромный, очень быстрый темп. Огромная скорость лошадей. И ребята выполняют жилетов. Могу добавить, что у ребят единственный номер в Росгостырке, на которой лошади с большой скоростью бегают по манежу. Со самой большой скоростью. Да. Нам даже для этого пришлось перестраивать манеж, потому что увеличивать его гортик. Причем делать это очень оперативно. И потому что стандартный манеж, да, он на самом деле при таких скоростях является травмоопасным для животных. И есть риск, что лошадь вместе с наездником или ездником может просто вылететь в первые ряды. Мы все сделали хорошо, в этом сырке никто ничего не боится. И все будет замечательно. Так что, да, приходите, вы почувствуете, даже такой поднимается ветер, да, в зрительном зале. Ну, кто поближе сидит. Вот. Мы, наш аттракцион, он сейчас обновленный, в новой программе. Приходите, не пожалеете. Также, также аттракцион ребят-наездников, да, он является победителем золотого клоуна в Монте-Карло. То есть, аттракцион участвует в программе вместе в целом. А надо сказать, что Монте-Карло это такая олимпиада, можно сказать, для цирковых. То есть, это такой фестиваль ежегодный, откуда международный собираются со всей, со всего мира. И традиционно российские артисты завоевывают там первые места. Ну, и хотелось бы вам представить, Надежда Чебота работает с собаками. Здравствуйте. Наш номер называется «Хочу собаку». И мы даже слышали, после просмотра номера, дети говорят «Мама, купи собаку». Вот, это очень приятно. Я даже лично знаю эту девочку, которые все-таки купили щенка. Лабрадора. У нас лето, пляж, у нас спортивное состязание черной команды против белой команды. Игра в волейбол. И в конце у нас и дистанц с медалями. Золотая медаль. Селебряная и бронзовая косточки. Это кто лучше отработал трубу, да? Конечно. За это у нас борьба идет весь номер. Весь номер проходит в игре. Поэтому, пожалуйста, приходите, получите удовольствие. Я уверена. И перед тем, как мы перейдем к вопросам, я бы хотел предоставить слово с вами, с лицами. Если есть желание, что-то сказать, пожалуйста. Да, из тех немногих, которые, ну, можно сказать, в кавычках видела именно эту программу. Так как мы с Честером являемся амбассадорами программы «Цирк на ощупь», «Росгосстраха», ой, «Росгосцирка», «Росгосцирка». Мы в Берязани были на представлении. Вместе целая сторона. Я являюсь инвалидом первой группы по зрению. Абсолютно незрячим человеком. И благодаря особому взгляду фонд «Лешера Усманова» и «Росгосцирку» стало возможным вообще в цирке не только мое присутствие, знаете, как красиво посидеть, но и благодаря тифлокомментариям, которые профессионально подготовлены, я смогла вот практически все увидеть то, что мне рассказывали. Так как у незрячего человека очень богатое воображение, и, честно вам скажу, мы с мужем пытались ходить в цирк без комментариев, но без персонального комментария, честное слово, это выглядит, ну, так вот. Ну, клоуны, ну, лошади бегают, акробаты, и все. Ну, это ничего, картинку не рисуют. А благодаря тифлокомментариям профессиональным, очень сложным, я уже знаю, я общалась с профессиональными тифлокомментаторами, которые подготавливали именно к данной программе тексты, это очень сложнее, чем в театре. Потому что я сейчас могу сказать, что очень красивые костюмы, которые нужно успеть, пока идет от главного входа до середины манежа персонаж, нужно быстро описать еще до того, как он начал какое-то действие. И действие незрячему человеку нужно описать так, чтобы не было лишних нюансов, но при этом сложилась общая картина. И я рада, что программа дальше едет вместе с тифлокомментарием. И очень надеюсь, что ярославскому, скажем так, незрячему зрителю так же понравится, как и нам сейчас. То есть проблема для того, чтобы незрячие люди и дети приходили в ЦИР не только в том, чтобы иметь оборудование, но и в том, чтобы этим людям донести, что это возможно. Поэтому для этого мы начинаем сотрудничать с Александром Сергеевичем, с Гафрилов-Ямской школой, интернатом, потому что хотим теперь донести и объяснить, что приходите к нам, потому что пока, к сожалению, мы не набираем даже, ну вот сейчас столкнулись, никак не думал с такой проблемой, до конца количество детей, то есть у нас возможностей больше, чем мы можем показать. Просто потому что, как говорит Светлана, нужно учить и показывать. И обучить нужно не только незрячим детям. Например, завтра у нас будет инструктаж, который Светлана нам тоже проведет, инструктаж ингредиторов для гардероба, для персонала, для того, чтобы показать и научить людей общаться с людьми, которые ограничены, потому что, например, чрезмерная опека тоже может удержать, как и ее не просто. Как события, как телокомментирование сегодня представлено в церкви, пришли в нашу область. Я думаю, что это совсем очень новое такое событие, такое вообще единица, которая сегодня единица в городах, где это проводится. У нас уже в области, в городе телокомментирование уже несколько лет, в основном это мы в театрах, и в Волковском театре, и с камерным театром проводим. Я сам присутствовал на таких спектаклях, насколько это очень удобно. Незрячий получает приемник, наушники, и они все слышат, что им говорит тифло-комментатор. У нас все-таки, мы сегодня у нас третий тифло-комментатор в области, в библиотеке будет сотрудничать, директор нашей областной библиотеки. Она прошла тоже обучение на курсу Алишера Усманова, который организовал в Москве. Она имеет опыт, ей только теперь ближе к цирку ее, я думаю, что это получит. Тем более у нас в области сегодня проживают около двух тысяч инвалидов по зрению, детей тоже более, около трехсот человек. А сегодня основное, они учатся в школе-интернате, Горелых Янской, для славящих детей. Я думаю, начать с них, а потом, когда это будет уже, люди поймут, где что-то необходимо, или будет служить откидки, я думаю, это будет интересным и родительным детьми. Найдет применение в нашем городе. Да, я уверен, что при нашей правильной совместной работе все это станет важным. А для того, чтобы стать тихо-комментатором, нужно более года учиться в этом специальном институте и в специальном институте аккредитованных тихо-комментаторов. То есть это тоже все не так просто, но это очень важно. Это особый навык, который нужно приобрести, донести незрячему человеку то, что происходит, особенно в быстро меняющемся манере. Можно я еще добавлю буквально к словам Александра Сергеевича? Вы думаете, что цирк это для детей, но я, будучи руководителем клуба владельца собак-проводников в Москве и Московской области «Мудрый тез», могу сказать, что цирк это такая семейная праздничная история. У нас есть люди, где, к примеру, незрячие один из родителей и абсолютно зрячие дети. И это довольно-таки сложная история, потому что как повезти в цирк зрячих детей, если у тебя муж плохо зрячий, ну как бы слабовидящий, жена, допустим, с собакой-проводником и абсолютно зрячие дети. Они же будут спрашивать, а что, а как. Нужно что-то разъяснить, нужно пояснить. И это очень важно. Точно так же, как и у нас очень-очень обрадовались тоже резяне, сказали большое спасибо за программу, потому что в одной семье могут быть незрячий ребенок и зрячий ребенок. И вы понимаете, что незрячему ребенку будет скучно. И взять одного зрячего и пойти в цирк, ну тоже нечестно. Поэтому получается так, что у нас такая очень объемная работа по, вот как Глеб Олегович сказал, по инклюзии, именно включению в такую праздничную среду цирка.